так друзья всем добрый вечер у нас снежок по ходу до утра и и мороз а я не знаю градуса 3-4 мороза и ветер плюс у нас сегодня пополнение и также я провел освещение в сам сарай сейчас вам покажу на бойне то есть освещение но не до дела я сегодня не успел пришлось ехать выключатель надо просто сделать и так же в самой этом в котельне тоже не сделал завтра займусь и в кабинете тоже не сделал вот заходы мы сам сарай я дверь открывал проветривав я сделал так справа выключатель вот выключатель вот та сторона отсюда выключатель эта сторона и получается ну основные свет получается я уже сделал осталось мне по потолку два ночника кинуть а так основные вот именно для управки для опоросов и так дальше уже сделаны так же кто не в курсе я уже сделал и все резетки над каждым станком для опороса есть своя резетка то есть 5 станков для опороса 5 резеток и сейчас очень удобно вот у меня только только вот прошел опорос и киевлянка поросилась и я покрывал макстером получается сколько их раз два три четыре пять шесть семь два три четыре пять шесть семь восемь девять штук один и живый то есть осталось восемь и один он чахненький який снизу я можу клыга я ну получается вот так киевлянка покрыта макстером вот такие вот поросюхи домик я им сделал сейчас таки же домик сделаю и нюрки канторши я уже начал делать и и тоже будем ожидать опорос в среду то есть завтра ролика не будет среду видео выходить не будет потому что у нас в четверг взвешивания наших пятимесячных итальянцев и и взвешивания четырех месячных анфисин выводок надо им кормушку кстати поставить все на кормушку не поставлю то есть у четверг будем взвешивать четверг 20 этих четыре месяца этих в пять также по поросятам приема что они обезьянку просто достают все живые здоровые 10 штук так и есть предстарт едят обезьянку тут тоже до сейчас начнется крики она уже не знает лягать она сейчас на ней нападают валят и ну ростут растут и хорошо растут также насчет аматора вот сколько нас температура 15 16 17 но было 19 градусов это я тут а управлялся двери было открытия проветривал было 19 градусов насчет аматора друзья ну кто его за перестал кашлять какие-либо проблемы ну все же все пройшло не знаете пора убирать и его халаштувати или нет кастрировать или может не надо таки як склоняемся оставить его пока жалко вроде бы аматор все ж таки вот сейчас начнутся крики выезды они крупные поросята усе и мелкий поднимается то есть если такие крупненькие таки вон и уже крупняшки кем тут а из рождества грубо говоря из 7 числа вон и до обезьянки подпущены все в ротом 11 дней а крупный киевляночка что-то еще будешь рожать чешу уже вроде бы же место вышло но таки у нас любля так вот таки открываю давай до мамы белом для мамки белом 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 и дядь кричать не знаю может то есть чахненький оклига я ну я уже пшиков ему молоком давай сюда иди он сюда он же его два раза его это я их закрыл чтобы и и не тревожили давай туда туда они же поспали два раза хорошо вот сюда вот вот уже вот давай туда 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 давай тоби тоже иди сюда а то их вон там что-то не знаю не известно что я думаю дела с него не буду шутся кисе он выезжал я такой ну кто его знаю а то и не бачу да, давай тут отбоню ой, что ты шукаешь? тут ничего шукать, у нас стоит всем хватает их 12 и 13, а вас только 8-4 Ну, давай, давай. И тут, как бы, вот, вот так. А ну, давай, туда. Дома, ты уже. На нижнюю. Открыв. Мамку кучу позвонить. Давай. Во, вроде бы так. Ну, а то и чаклый, чтобы подняла толку. Я думаю, и не должен. Вот так. Кудляшки. Сейчас, конечно, свет взрослый отлично в совы, но все равно хорошо, это у нас на каждой клетке лампочка. Удобно тоже. О! Так, кто тут? Где не нашел? Давай вот сюда. Не хочу. О, тут вообще ты сам. Сам себе хозяин. А тут вот. две маленькие, как раз на первую. Давай вот сюда, где же у мамы есть. Ну, что ты только на верх. Да. А, да. А, да. Да. Только, походу, не голоден. Да, да. А, да. А, да. Не, она такая. А, да. А, да. А, да. А, да. А, да. Твоя. Ну, самое главное, проконтролировать эти пару кормлений, чтобы особо же оттажа не было. А, да. А, да. А, да. А, да. Твоя будет. Так, ты крупный на задней еды. Ты и так поправишься. А, они щупленькие. Ты крупный, вон твоя. Вот это в идеале вот твоя. Самый крупный, а то твоя. А мелкий на порядке. На порядке, да. Ну, ты ж тоже мелкий. Тебе вообще тут надо. Вот. Вот. Вот, бать мама. И выставайся. Давай сюда. Иди сюда. Раиса таки тут. Ну, вот им. Та им несколько часов, если так разобраться. Два часа. Два часа уже, как и материн. Это у меня в хозяйстве первый раз такой выводок, что покрыто макстером. Макстером я раньше не покрывал. У меня она покрыта макстером. Это я покрывал, ездил подозрел. И зефок кто-то один тоже покрытый макстером. А тесто дёргком. О, это такие. Ну, хорошие крупные поросята. Что там давать. Это я намечал, кто ел, как они рождались. Я там через пів часика их пускал. Все, на третий день купировка хвостиков и зубы, и кастрация. А, может, ты его клигаешь до завтра. Ну, оно что-то... Вяльненькое какое-то. Вага! Только, видишь, не лез сюда. Полиции придавилось. Это же вообще как чаклочка еще. Иди сюда, если там не умеешь руководить. Порядок. Ой, разбирайтесь, короче, сами. Сегодня мне жена каже, давай я был двоих сын ради интереса для себя. Ну, и получается, как они за пизанец, вот дома 11 дней. Ну, 11 дней хорошие, да? Сейчас, вот, на кавычку. Каштана внука сейчас пиздаю. Вот. Вот. Ну, чем-то больше. Хороший. Дай Бог. Здесь приемными делятся мамки. И все равно растут. Каштана внуки. Ну, они похожи на каштаны. Я бачу. Гроза каштана, морды. Ухо каштана. Вот. Сейчас я все черно прояву, снимаю. Сейчас я все черно прояву, снимаю. Дрожки. Дрожки. Дрожки надо снимать. Дрожки. А, вот. Вот, Амброшкин. О, как так? А вы? Ну, все-все-все, давай-в-всю. Вставай-вставай-вставай-вставай-вставай-вставай-вставай. Вязнь, что ли? Ростут и хорошо ростут, я думаю, выводок будет крупный. Мы сегодня Балакова, наверное, их раньше будем отключать. Хай, чтобы больше ели предстартов. Раньше надо отключать, потому что они обязательно ушатают. Сколько километров? Да кто его знает. Может, на веса было бы. Ну, хай-то уже потом свисли. По аматору сказал, по сыну сказал, по киевлянке показал. Следующий, друзья, ждем во дню. Следующий ждем во дню. Канторы. Ну, а однако уже побачили. Дуже нам самим интересно, сколько уже в итальянцах вес на 5 месяцев. И сколько уже в тиху 4 месяца. Самим интересно, но еще клетки нет. Завтра займусь клеткой. Одну ящику, в яком взвешивать. И будем взвешивать. Потому что еще и нет даже ящика. Завтра сделаю все и будем взвешивать. Я не знаю, а как вы думаете, сколько примерно килограмов? Если в них 4 было, именно в этих 94 килограмов. А сейчас 5. Сколько? Вик, как ты думаешь? Ну, Вика каже, моя жена, что скил 130 будет, да? 135-140. 135-140? Ну, ну, хай. Я думаю, 140 наверное будет. Хотя они же обманчивые. Они тяжелые, мясные. Ну, да. Ну, хай. Воно видно будет. Вот, друзья наши. Из этих Эфов одна покрыта Макстером. Я же точно не помню. По-моему, меньше дюркома. А это Макстером. Одна Макстером, одна дюрком. Это Эфа-1. Йоркшир-Ландрас. На Макстер, да? Видите, у них по две бирки идут с комплекса. У них метки от рождения отбирали. Наверное, какие-то. Ну, то есть, сами по себе свинки должны быть хорошие. Ну, а там подивимся, какие-то. Ну, и не дешевые. Они мне вышли, не дешево. Ну, надеемся, что будет хорошо. Все у нас готово по центру ночничок. Ночничок оставляем. А две половины сейчас я выключил. Раз. И два. Вот так. Вот так ночью. Ну, мы думаем добавить еще буквально один ночничок. Ну, сделать два ночных лампочки. Вот так. Над каждой клеткой своя определенная лампочка. Лампа на 10. Есть на 10 Ватт. Есть на 12 Ватт. Обычные патроны, мне не так проще. Потому что с тема светильниками, плафонами. Я уже наигрался, вон их перегорает, и потом ничего не сделаешь. А тут перегорила, лампочка поменял, и все. Мне так проще намного. Ну, и почти сделать. Осталось сделать резетку на воду, на бак. Ну, тумблер, выключатель. И осталось кабинет и котельник. Ну, и доделать все две клетки и центральный проход положительно. У нас четыре месяца. Завтра взвешивание. Сколько ты скажешь, Вик? 98. 98? Ну, я скажу, сто. 105-110. 105-110, это четыре. Ну да, он догоняет, бачишь, цех уже. Котельник начинает. О чем мы речь видим? И это, друзья, без кормушки. Они в полу подъедают. Два раза я им насыпаю. Ну, видно, что они то не голодны. Ну, подбирают. Розход корма, ну, практически нема, что там. Розход корма. Вони там едят, тут а гадят. Хороший. Что сказать. И Анфиса должна навидеть рождение на поросы. Ну, еще, грубо говоря, почти месяц. Да, Анфиса. Получается, ее сестра-обезюшка уже поросилась, киевлянка поросилась, и осталась Анфиса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова